17 октября я прибыл в Москву. А там отдел кадров во втором доминко, а затем уже знакомый дивизион резерва офицерского состава на Хорошевском шоссе. В дивизионе, как никогда, было людно. Одни ожидали направления в части, другие – приказа на демобилизацию. Некоторые офицеры, уже оформившие увольнение в запас и получившие солидное выходное денежное пособие, то ли, надеясь преумножить его, то ли просто из азарта, вечером просиживали за карточной игрой и буквально проигрывались до копейки. Нередко среди тех, кому они проигрывали, были двое, всегда игравших на пару, офицеров в новенькой, ладно подогнанной форме, из штатных работников дивизиона. В казарме рядом с моей койкой находилась койка офицера, который, как оказалось, тоже учился в Омском училище, правда, в другой батарее и воевал на Западном фронте. Естественно, нам интересно было вспомнить о днях учебы в училище общих знакомых. Интересовались, приходилось ли нашим частям действовать по соседству, участвовать в одних и тех же боевых операциях. Оказалось, что поддерживали мы разные соединения и на разных участках. Затрагивали мы вопросы и связанные с историей Катюши. Зашел как-то разговор у нас и о странном умолчании имени Костикова, который считался создателем Катюши. Фамилии и фото творцов боевого оружия и техники после войны стали публиковать, а Костикова среди них нет. Вообще для нас, воевавших на Катюшах. Здесь было много неясного, противоречивого. Коснулась это и бывшего командующего ГМЧ генерал-лейтенантов. Абаренкова. Мой знакомый от кого-то из офицеров слышал, что у генерала были неприятности из-за того, что будто бы пытался приписать себе авторство на Катюшу. И позже, долгое время в послевоенные годы, ясности в этих вопросах не было. Можно было заметить, что постепенно имя Костикова совсем исчезло со страниц газет, журналов, перестало упоминаться в официальных изданиях. «В начале 80-х годов, я, будучи в Ленинграде, побывал в Военно-историческом музее истории артиллерии, инженерных войск и войск связи. В экспозиции, посвященной реактивной артиллерии, гвардейским минометным частям. Не увидел ни фамилии, ни портрета Костикова. Не упоминался Костиков среди создателей, Катюши, в третьем издании Большой советской энциклопедии, энциклопедии «Великая отечественная война 1941-1945 годов», в книге «Ракетчики», вышедшей в издательстве ДОСАВ в 1979 годе. В какой-то мере ситуация стала проясняться в конце 1988 года, когда появились публикации в журналах «Огонек», «Агитатор», а затем дважды в военно-историческом журнале, ставящие под сомнение авторство и самоучастие Костикова в создании «Катюши», обвинявшие его в причастности к арестам в ней в 1937-1938 годов Клеймёнова, Лангемака, Королева, Глушко, как «врагов народа», с тем, чтобы продвинуться к руководству институтам. В военно-историческом журнале «Номер 10 за 1989 год» писалось. В 1939 году, после удачных полигонных испытаний, каким-то образом отодвинув основных участников доработки, испытаний и внедрения нового оружия, Костиков и Гвай сделали заявку на признание их авторами изобретения. Когда же к ним изъявил желание присоединиться и заместитель начальника артиллерийского управления наркомата обороны НКО Абаренков, они не посмели отказаться, не исключено, что именно после его настоятельных ходатайств отдел изобретений НКО признал всех троих изобретателями машинной установки М-13 и выдал им авторские свидетельства. В журнале были напечатаны выводы технической экспертизы, проведённой в 1944 году после снятия Костикова. Постановлением ГКО от 18 февраля этого года с должности директора института и его ареста за срыв правительственного задания по разработке ракетного двигателя для реактивного истребителя-прихватчика, следователь по особо важным делам Народного комиссариата госбезопасности СССР, допрашивавший Костикова и усомнившийся в его научной состоятельности, привлек к экспертизе академика Христиановича. Профессоров Чесалова, Ушакова, зам. Начальника отдела вооружения и лаборатории номер 2 ЦАГИ, Центральный аэрогидродинамический институт Левина. Отвечая на вопрос следователя, являются ли Костиков, Гвай, Абаренков авторами снарядов М-8, М-13 и пусковых устройств к ним, эксперты заявили, что Костиков, Гвай, Абаренков, получившие авторское свидетельство на машинную установку для стрельбы ракетными снарядами, никакого отношения к их разработке не имели. Доводы ракеты на бездымном порохе М-8 и М-13 отличаются лишь незначительными видоизменениями от снарядов РС-82 и РС-132, разработанных в ней. Три в 1934-1938 годах идея создания пусковой установки была выдвинута ещё в 1933 году Лангемаком и Глушко. В книге «Ракеты. Их устройство и применение». Активную кампанию против Костикова после его смерти развернули академики Королёв и Глушко, считая, что именно он в карьеристских целях был виновен в их аресте. В обращении в издательство Большой советской энциклопедии, копия которого была направлена и опубликована в журнале «Огонёк» номер 50 за 1988 год, они писали, Костиков, который работал в институте рядовым инженером, приложил немало усилий. Чтобы добиться ареста и осуждения как врагов народа основного руководящего состава этого института, в том числе основного автора нового типа вооружения. Талантливого конструктора, заместителя директора Института по научной части Лангемака. Таким образом, Костиков оказался руководителем института и автором этого нового типа вооружения, за которое и был щедро награждён в начале войны. По настоянию Глушко были изъяты портрет и фамилия Костикова в экспозиции Военно-исторического музея, а также в Ленинграде. Цензорам было дано указание не упоминать в открытой печати фамилию Костикова. Но в 1989-1991 годах стали появляться в ряде изданий материалы и в защиту Костикова. Газеты «Социалистическая индустрия», «Радянская Украина», «Красная звезда», «Труд» и некоторые другие опубликовали материалы, опровергающие заявления авторов в журналах «Огонёк», «Агитатор» и которые дали возможность анализировать факты беспредвзятости и заданности. Как писал Полковников. Мороз в статье «Катюша». Триумф и драма, опубликованная в газете «Красная звезда» 13 июля 1991 года, идея, обозначенная в книге Лангемака и Глушко «Ракеты», их устройство и применение, не тождественной идеи Катюши, в бытность военинженера первого ранга Лангемака заместителем директора Института пусковые установки на автомобили не конструировались вовсе, а попытки вооружить реактивными снарядами другие транспортные средства заканчивались неудачей. И только в результате объявленного в ней в 1938 году закрытого конкурса на создание объекта 138 пусковой установки, в котором приняли участие 18 ведущих инженеров Института, появился представленный старшим инженером группы номер один Иваном Исидоровичем Гваем совершенно оригинальный проект, механизированный многозарядной, размещенный на автомобиле ЗИС-5 установки для стрельбы реактивными снарядами. Направляя проект за подписью Костикова и Гвая заказчику, директор Института Сланимер официально назвал Костикова инициатором создания установки. В феврале 1939 года, после того, как боевая машина прошла пробные испытания на Софринском артполигоне, а затем получила добро от Госкомиссии во главе с известным. Артиллеристам Гриндалем, Костиков и Гвай подали совместную заявку, написанную рукой Гвая, о выдаче им авторского свидетельства. В сентябре этого года к заявке подключили ещё одного соавтора Абаренкова. 19 февраля 1940 года Костикову, Гваю, Абаренкову отделом изобретений НКО было выдано неподлежащее оглашению авторское свидетельство. На допросах у следователя, а затем в ЦК КПСС. Гвай утверждал, что без Костикова не было. Бык Катюши. Гвай, Костиков, Абаренков заявили следователю, что хотя они имеют отношение к доработке реактивного снаряда, на авторство, в его изобретении не претендует, что хотя идея пусковой установки и была высказана в книге Лангемака и Глушко «Ракеты, их устройство и применение», но пусковой установки как таковой не было и конкретная ясность какой она должна быть отсутствовала, пока не появился проект Гвая. На допросах было также доказано, что Абаренков был включён в заявку не как пробивной. Человек, а как один из активных участников создания машинной установки. В частности, им было предложено увеличить длину направляющих до пяти метров, использовать раздельное зажигание перопатронов от электроцепей, Гвай предлагал одновременно использовать для прицеливания артиллерийскую панораму и прицел. В ноябре 1989 года газета «Социалистическая индустрия» ознакомила читателей с выводами специальной комиссии под председательством кандидата технических наук Демянко. Созданной ЦК КПСС. Комиссия сделала вывод. Авторами изобретения механизированной установки для залповой стрельбы реактивными снарядами и ещё шире авторами предложения о принципиально новом типе вооружения реактивных систем залпового огня являются Костиков, Гвай, Абаренков. Самый придирчивый анализ показывает, что не существует какого-либо лица, которое могло бы претендовать на включение в состав этого коллектива. Генеральная прокуратура СССР в справке от 12 июня 1989 года констатировала. Прокуратурой Союза СССР самым тщательным образом изучены материалы, связанные с арестом в 30-х годах видных учёных научно-исследовательского института номер 3. В материалах уголовных дел в отношении Королёва, Лангемака, Глушко, Клеймёнова отсутствуют данные, свидетельствующие о том, что они были арестованы по доносу Костикова. Газета «Красная звезда» писала, что ни неудачи в работе, ни характерные для того времени баталии на партийных собраниях, ни сигналы осведомителей из стен института стали причиной ареста Клеймёнова, Лангеменко, Глушко, Королёва, Апоздняя и Лужина. Опасность над ними уже нависла в период разоблачения. Как врагов народа, впоследствии реабилитированных зам. Наркома обороны маршала Тухачевского, ведавшего вооружениями и долгое время опекавшего научно-исследовательский институт и руководителя Освиахима Идемана, под эгидой которого работала московская группа ГДЛ Королёва. Как отмечалось в ряде публикаций, Андрей Григорьевич Костиков не был таким карьеристом, каким пытались его представить авторы статей из «Огонька» – «Агитатора». Родился он 17 октября, по старому стилю, 1899 года в Казатине, в семье железнодорожника. Участник гражданской войны. Окончил Киевскую военную школу связи, затем военно-воздушную академию имени Жуковского. По окончании был направлен в ракетный научно-исследовательский институт, где прошёл путь от инженера до начальника отдела главного. Инженера, директора института. Генерал-майор, герой социалистического труда, лауреат сталинской премии первой степени, член-корреспондент Ан-ССР. В феврале 1944 года постановлением ГКО был снят с должности директора НИИ-3 за невыполнение правительственного задания и прокуратурой СССР привлечён к уголовной ответственности. Просидел в следственной тюрьме 11 месяцев. Но в его действиях не было установлено. Враждебного умысла в установленные 8 месяцев Костиков не сумел обеспечить создание жидкостного ракетного двигателя для истребителя-перехватчика, и он был освобождён. Несмотря на тяжёлую болезнь, продолжал плодотворно трудиться, воспитал немало учеников. После освобождения из-под стражи Костикова продолжали вызывать на допросы в ЦК КПСС следственные органы. Все это сказалось на здоровье, сердце его не выдержало. Он умер 5 декабря 1950 года, на 51 году жизни, похоронен в Москве. Не менее трагически закончилась и жизнь Гвая. Бесконечные допросы, беспочвенные обвинения привели к тому же. Он умер через 5 лет, в 1955 году в расцвете творческих сил. Публикации в защиту Костикова получили неадекватную оценку. Некоторые издания, в частности, военно-исторический журнал, пытались поставить под сомнение выводы комиссии ЦК КПСС, созданной под руководством Демянко. И хотя вопрос о Костикове, его роли, остался открытым, его заслуги, как одного из создателей Катюши, отрицать неправильно. Несомненно и то, что в создании Катюши принимал участие большой коллектив талантливых учёных и инженеров. Их успеху способствовала многолетняя экспериментальная работа по разработке реактивного оружия творцов ракетной техники. 25 июня 1991 года газета «Красная звезда» опубликовала указ президента СССР от 21 июня этого года о присвоении звания Героя социалистического труда создателям реактивного оружия. Посмертно этого высокого звания были удостоены Клеменов Иван Терентич, Лангемак Георгий Эрихович, Лужин Василий Николаевич, Петропавловский Борис Сергеевич, Сланимир Борис Михайлович, Тихомиров Николай Иванович. Все они внесли большой вклад в создание отечественного реактивного оружия. Завершался 1945 год. Год победы советского народа над нацистской Германией. После почти месячного пребывания в резерве меня направили на Украину, в Прикарпатский военный округ, при КВО, где 1 декабря я был назначен начальником разведки дивизиона 61-го гвардейского минометного полка, 61-й ГМП. Полк имел славные боевые традиции, награжден тремя орденами Кутузова, Богдана Хмельницкого, Александра Невского. Ему было присвоено наименование «Запорожский». В таком полку служить было почетно. Но в связи с сокращением армии 61-й ГМП в июне 1946 года был расформирован. Часть офицеров попала под демобилизацию. Остальных стали переводить в другие части. Как правило, с понижением должности. Не все соглашались. Писали рапорты, добивались увольнения. Я был оставлен в кадрах. В аттестации на меня того периода указывалось. Товарищ Лиховецкий, работая в должности начальника разведки дивизиона, показал себя требовательным, волевым офицером к себе и подчиненным. За короткий период службы в полку сумел спаять коллектив, способный выполнить любую задачу. На инспекторском смотре. Комиссии главного маршала артиллерии Воронова разведчики, обученные им, получили хорошую оценку. Грамотный, волевой офицер пользуется заслуженным авторитетом у подчиненных. Общителен, вежлив. Артиллерийская и тактическая подготовка вполне удовлетворительны. Личное оружие знает и вполне им владеет. Над повышением своих знаний работает систематически. Обладает хорошими организационными способностями, сочетая их в заботе о подчиненных. Политически грамотен, морально устойчив. Выводы в мирное время должности вполне соответствуют, целесообразно оставить в кадрах вооруженных сил. Командир 2-го дивизиона 61-го ГМП. Гвардии майор Малютин. Утверждаю. Командир 61-го гвардейского минометного Запорожского орденов Кутузова, Богдана Хмельницкого и Александра Невского полка. Гвардии подполковник Чапурин. 18 мая 1946 года. Затем последовала служба в 87-м, тоже впоследствии расформированном, и 5-го гвардейских минометных полках. Однако с годами давали знать последствия тяжелого ранения, полученного на фронте, да и частая смена частей перестала устраивать, и я подал рапорт на увольнение. Моему поколению выпала нелегкая судьба. Буквально после школьного выпускного вечера началась война. Из каждых ста моих сверстников из нее вернулись только трое. Многие из тех, что вернулись, потеряли здоровье, стали инвалидами из-за ранений, рано ушли из жизни. И хотя нам пришлось нелегко, мы не жалуемся на судьбу. Мы выполнили свой долг перед Родиной. Совесть наша перед потомками, нашими детьми и внуками чиста.